здарова друзья всем проект кочегар mercedes w 203 2 7 дизель хочу вам показать из-за чего может плавать подруливать задняя подвеска ощущение таки как будто тебя задняя часть автомобиля вот так вот как змея ходит по дороге плавает жопа и бывает так что даже после 60 километров в час машину уже не поймаешь на дороге а это может быть из-за если у вас все целые сайлент-блоки живые еще сайлент-блоки на всех рычагах это может быть у вас из-за геометрических тяг стоят на задней подвеске такие тяги геометрические которые делают схождение задних колес у них одна сторона на этих тягах на резиновом сайлент-блоки а вторая сторона на шаровом пальце так вот именно из-за шарового пальца раз когда он разбивается и начинает у вас колеса подруливать лево вправо и машина начинает задняя часть плясать танцевать на дороге и это будет крайне опасно особенно если у вас такая проблема начнется в зимний период времени тогда очень будет сложно какой-то момент удержать мо автомобиль на дороге поэтому я сейчас вам покажу как эта поломка выглядит в живую но тактильно чувствительно вы можете это сами почувствовать на себе при управлении автомобиля поэтому для этого я сейчас задрал на данкрат автомобиль и глянем что же и как это все выглядит вывесили колесо чтобы у вас колесо было без точки опоры вот на весу в таком состоянии можно легко проверить состояние подвески простым действием таким как по поворачивание влево вправо колесо можно определить если какие-то посторонние люфты и неисправности в подвеске вот давайте глянем вот если так вот колесо нажимать то чувствуете что колесо начинает вот так вот играть влево вправо влево вправо ходит а если сейчас колесо вот так вертикально по подергать вверх вниз то мы такого хода люфта колеса не почувствуем то есть она у нас вот так вот вот таким образом не ходит а люфт есть большой когда вот именно могут аку делаем влево вправо влево вправо это хорошо чувствуется вот сейчас камера должна показать вот следите за вот этим моментом вот по диску можно будет увидеть как колесо гуляет ну вот я думаю вы этот момент сейчас заметите вот сейчас видите влево вправо влево вправо по вот этому моменту тоже смотрите ну вот сейчас отчетливо видно вот в этом моменте и по кромке резины можно увидеть можно увидеть этот момент геометрическая тяга находится вот в этом месте вот она с одним концом на шаровом пальце и и другое крепление идет через соленблок вот она эта тяга вот давайте посмотрим вот в этом месте как сейчас гуляет шаровый палец такое явление гуляния плясание автомобиля это часто случайная вещь на мерседесах с таким типом подвесок иногда начинают гадать почему из-за чего гуляет машина меняют соленблоки меняют плавающие соленблоки и за редким моментом обращают внимание на геометрическую тягу проверяйте геометрические тяги в шаровом пальце соединения зачастую сто процентов именно там образуется люфт из-за износа пальца и начинают колеса подруливать влево вправо а на высокой скорости это крайне опасно поэтому сейчас я буду менять две тяги хотя у меня разбилась одной стороны с левой стороны правая сторона еще целы но нужно менять их в паре для этого сейчас я скину колесо для удобства работы и через съемник скину шаровый палец ту сторону где на соленблоки она просто крепится болтом с гайкой откручивай скидывать агу малыш иди сюда помогаем ничего тут и давно мне не помогал давай давай проверь все там проверь помогай сейчас будет сиденья драть когтями помощник пошли помогать гайки буш крутить пойдем пойдем молодец 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 малыш без помощника никак тоже автолюбитель как только дверь откроешь так он все сразу салон нужно им все проверить китай оригинал к сожалению очень дорого стоит а если оригинал то только лимфердер близко к и и идеально близко к заводскому такой соленблок вот такой вот пыльничек вот такое вот исполнение этих тяг туда же вот какой-то номер есть 203 35 00 653 тяга в таком же исполнении и так парни сняв колесо открывается хороший доступ чтобы снять эту тягу тягу легко можно достать вот в этом пространстве то есть отсюда можно открутить также можно снизу открутить подлезть вот здесь вот гайка идет в на 18 в моем случае может быть если у кого-то заменены болты то там на или 17 или 19 съемником скину шаровый палец готово палец отстрелился так вот она это тяга а вот этот болтающийся вот он конченый разбитый палец и так парни вот так выглядит палец видно да что смазка которая здесь была задубила вся вот такая вот как глина уже стала и она грязная зачастую 80 процентов выхода шаровых палец в нерабочее состояние из-за того что рвутся пыльники из-за выхода из-за того что пыльники рвутся вот видно да что вот такой вот пыльник сначала он вот так утрескается потом рвется сюда попадает вода влага пыль грязь смазка дубеет и перестает работать отсюда как по цепочке следует как абразив и выбивает палец из внутреннего сухарика 80 процентов от выхода из строя шаровых палец только из-за состояния пыльников и смазки вот она вот она вся проблема сотрите видите вот он вообще катастрофа ценю вижу че это че это стоять чья тяга стояла какое производство потому как тут маркировки нет никакой кроме как этих цифр ну скорее всего тоже это китайская смотря на вот этот пыльник такие пыльники только у китайцев на люмфердере таких пыльников нету там хорошие пыльники стоят их надолго хватает ну а теперь вот поставим эту тягу кстати здесь снял пыльник проверил на предмет смазки немножечко добавил смазки литого и снова засадил пыльничек все поставлю здесь вот есть внутренний шестигранник на болту все установка болт эксцентрикового типа который собственно говоря и регулирует положение тяги на медную смазку чтобы не ржавел преждевременно и втыкаем его на место кстати да вот такой вот здесь вот шляпку болта воткнули палец а теперь можно сюда его насадить здесь затягиваем гайку там втыкаем болт и закручиваем и так парни закрутив ту гайку выставить эксцентрик хотя бы по старому следу как он у вас стоял след от шайбы регулировочный остается вот по нему по этому следу выставите и затяните и после нужно будет все равно заехать на геометрию и сделать схождение на той стороне сейчас идентично также поменяю вторую тягу применяю вторую тягу применяю вторую тягу применяю третью тягу применяю вторую 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 тягу